всем привет вы на канале зиновьев арт меня зовут саша и как вы просили мы сейчас будем смотреть квартиру в которой по сути мы жили без документов там история долгая нам нужно было очень срочно съехать с одной квартиры на другую мы долго искали но тем не менее нашли через знакомых тоже украинку она сдает это помещение с мебелью здесь раньше был диван вот и у нас вообще вещей туда не было поэтому это был идеальный вариант без документов плюс есть мебель и принципе небольшой долг мы дали по моему тысячу долларов за долг вот сейчас посмотрим что это за квартира разберем сколько она стоила и что в этом принципе комплексе есть начнем наверное с балкона он хоть и маленький но мне очень нравится и здесь вид на голливуд на надпись камера естественно подъездом по паролю и из или с ключом есть парковка чуть позже покажу и вот это в принципе зал входная дверь кухонька микроволновку мы покупали все остальное было холодильник газовая плита там вытяжка все остальное это понятно микроволновку мы оставили потому что мы переехали на другую квартиру где она уже включена в билдинг телевизор надо будет повесить потому что мы снимали мы купили свой здоровый и мы снимали там дырочки замазал вот и квартира еще не убрана мы заплатили 150 долларов за клининг и она уборщица придет по убирает но ключи мы сейчас сдаем поэтому я решил вот на последние нотки так скажем снять интерьер чик что они и как есть два кондиционера один этот ну он очень шумный и слабенько охлаждает и центральный центральное отопление ну как видно на камере мы зимой когда топили немножечко то ли харь то ли как это копоть собралась идем дальше небольшой коридор с клозетами такая вот ванночка здесь все что вы и было то есть ведро вантус ёршик все остальное здесь она уже была принципе шторка душ я думаю тут осматривать ничего вот собственно и наша комнатка была кровать с матрасом были подушки тумбочки шкафчики зеркальце все это было вентилятор и вот еще один кондиционер но он получше работает но тем не менее смотрите он не центральный и для того чтобы пройти в клозет например нужно было его двигать все остальное было все клозет тоже небольшой тут пару пледиков было бены там стульчики вешалки тоже даже даже вешалки были собственно старенькая старенькое помещение здесь в этом билдинге в основном русскоязычные живут поэтому английским и как бы нам он и не нужен был не нужен этот ваш английский нам вот еще один небольшой клозет забыл показать там баночка какая-то такое вот собственно пойдем посмотрим что в комплексе этом есть и расскажу чуть-чуть поподробнее дальше соответственно и так вот мы выходим в коридорчик мы на втором этаже поэтому вообще прекрасно двухэтажное здание есть стиралка сушилка они находятся на первом этаже там где парковка и там что плохо нужно платить монетками и две стиралки две сушилки на весь комплекс то есть это достаточно неудобно бывает зачастую занят особенно по выходным все это дело заняты вот такой бассейн есть кстати здесь глубина более-менее нормально но все равно он маленький и видите тут тень он только днем прогревался и то не очень сюда приходит чистят бассейн соответственно а вот парковка на парковке даже на двери написано пожалуйста дверь держите закрытый менеджер все это на русском вот и соответственно две стиралки которые монетки нужно закидывать раз два три 4 5 6 7 7 монеток на одну стирку и шесть монеток на сушку ну вот например когда у нас выходные мы с работы возвращаемся еще и рабочую форму стираем то есть нам в любом случае две сушилки и стиралки нужно будет одновременно эксплуатировать вот но неудобно потому что вот комплексом естественно двухэтажный и место ограничено две сушилки и две стиралки вот собственно парк-место сюда машина помещается но там блин сложно даже вы вылазить с нее особенно если будут парковать машину там близко моей парковки то достаточно сложно даже дверь открыть вылезти паркинг сюда входит стоимость коммунальные платежи и услуги интернет тоже входят в стоимость жилья жилье это обходилась нам две четыреста не мы взяли за две тысячи триста пятьдесят долларов потом она подорожала и стала стоить две четыреста и вот сейчас мы съезжаем она сейчас стоит две четыреста пятьдесят то есть соответственно с всеми коммунальными платежами на ту квартиру которую мы переехали и сейчас стоимость ее вместе с коммунальными платежами и интернетом та же самая но ближе к работе и условия гораздо лучше вот почтовые ящички amazon уже стоит год его никто так и не подключил поэтому почту как обычно разносят и оставляют под дверью если что-то габаритное то оставляют соответственно внизу посылки у нас никто не воровал поэтому здесь все нормально и так у вас прошло мгновение а у меня целый переезд вот собственно сама квартира которую мы переехали это входная дверь сразу living room кухонька есть посудомойка кстати но мы еще правда ни разу не пользовались но она есть надо капсулу купить холодильник уже здесь был микроволновка плита все это было в принципе больше здесь ничего не было все остальное мы докупали что-то перевозили с новой квартиры что-то что-то надо было докупить например как собственно кровать кровать и собственно кота кот где-то спрятался вот матрас взяли не тот который хотели и киевские кровать взяли не ту которую хотели просто там выбора особого не было собственно это наша спальня вместе с вместе с стиралкой и сушилкой очень удобно наконец-то мы не платим монетками не паримся где бы ее достать вот собственно сейчас пишу холст тумбочки тумбочки докупили там по мелочи всякой всякой всячины потому что мы переезжали напомню с квартиры которую которая уже с мебелью была мы там диван только купили и все и в принципе он уже был но он был в плохом состоянии поэтому надо было покупать уютно немало места по деньгам вышло на 200 долларов дешевле лексус стоять стоять я же тебя потом не словлю гиперактивный код лексус лексус мяу вот собственно я не показал ванну здесь балкончик но по правилам кстати нельзя чтобы здесь стояла что-то кроме там пару вазонов с цветами все все остальное нельзя но пока мне предупреждение не выписали вот собственно это клозет наш эта штучка нужна мне ничего особенного я вам уже показывал когда мы обозревали квартиры но это не показывал потому что это подвернулась самый последний момент вот собственно туалет все то же самое что было на в прошлом видео оно там будет в конце или вот здесь где-то прошлое видео на обзор вообще квартир которые мы планировали переехать вот собственно рубля это одна из них комплекс мне нравится и самое интересное это естественно за квартирой что находится сейчас я вам покажу погнали итак это главный бассейн самый большой это замок выход на бассейн вот после работы солнышко уже ушло но здесь прозрачная вода прям кайфово он правда не глубокий 1 4 1 1 и 2 короче fit у меня метр семьдесят пять я вот ровно вот так стою мне ровно по бороду вот такой вид бассейн открывается в принципе на дорогу и немножко там там видно снизу у нас находится спортзал он тоже небольшой но тем не менее беговая дорожка беговая дорожка есть жимы всякие можно делать короче нет там я не покажу сейчас много людей я наверное как-нибудь потом и вот через мостик переход в собственный парк здесь есть лифт даже здесь два теннисных корта есть вот кстати вид такой красивый да и в парке есть три гриля столик на котором можно жарить шаштыки кайфовать сейчас я пару покажу гриль 1 столик гриль 2 гриль 3 тоже фонтанчик пляжный волейбол и первый раз я вижу как кто-то играет здесь в теннис вот правда сколько я тут уже месяц живу в первый раз вижу что кто-то теннис играет там турнички здесь даже показано на картинках что с этим делать и такая беговая дорожка она идет по кругу собственно собственно все растение какая-то живность небольшая есть я забыл вам показать джакузи возле основного бассейна и второй бассейн сейчас покажу он на другом крыле находится он маленький но с видом прямо на даунтаун погнали дальше менты летают но у нас достаточно тихо у нас и выходят окна во внутренний дворик и там шум с дороги с дороги не идет в принципе у нас кайфовая так есть еще спа после качалочки отлично будет залетать собственно джакузи небольшая но кайфовая и у нас комплекс построен таким образом что он находится вокруг а внутри растут пальмы везде фонтаны и очень приятно находиться собственно просто находиться в таком месте и 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 Внутри двориков вот такие вот В принципе ходы Все Коридоры обшиты ковром Ковролином таким И когда кто-то проходит Не слышно вот это Цокота, не слышно Шума Ковры как раз поглощают этот шум Вот собственно И очень комфортно Наверное все знают, что в Америке Стенки очень тоненькие И все слышно Но благодаря обоям, благодаря ковру Шума меньше Вот собственно Сейчас идем в другое крыло Оно выходит вот прям с лифта Через мост, через дорогу Идет дальше Спасибо И вот здесь наш паркинг Тоже под охраной Тоже с ключом Открываются ворота И это за По сути Если считать с коммуналкой То выходят те же самые деньги За которые мы платили на Прошлой квартире Условия Но в основном Здесь вот такие коридоры Длинные и запутанные Не, ну я офигел, да, жаловаться? Конвей Три-шесть Ну тут даже мельче Да, тут буквально Я был в Арсине Там поглубже И басики И там их больше Тренажерочка побольше А здесь А здесь Другой это тип Вобликс этих Тоже этих, да? Группы А тут трафик Спасибо Вот, собственно, и вид С небольшого бассейна Спасибо, пацан подсказал Как сюда прийти А то я здесь один раз был Полчаса блокал Не мог найти сюда выход Достаточно сложно Никаких указателей нет Надо подняться на правильный этаж Потому что есть этажи еще выше И они выходят на крышу Там, где, ну, для персонала Собственно Там За вот этим комплексом Бассейн Вон, собственно, парк Ну мне нравится Условия Прям пушечка Я не помню, говорил Здесь есть сауна И была баня Ее починили Как мне рассказывали Здесь ребята Ее починили И через две недели Опять сломали И комплекс сказал Типа Зачем Чинить? Чинить Сейчас она не работает Ну ничего Сауна тоже хорошая вещь После тренажерки Прям ух Короче, я снова заблудился И сейчас вот по карте Вышел отсюда И пошел не сюда На переход На другую сторону А пошел вот так вот Ну хотя бы по карте Сейчас дойду До пешеходного перехода Итак, собственно Хочу немножечко рассказать Освещение плохое Собственно, хочу немножечко рассказать О том Как мы получили эту квартиру По прошлом видео Вы видели Что мы ходили Смотрели долго Плюс Мы приезжали еще раз сюда Смотрели Нет Мы три раза Ездили Смотрели квартиры Потом Подали документы Подождали Нам Опругнули После чего Менеджер Начал морозиться И Просто не выходить на связь А там Чем ты Раньше заезжаешь Тем Ты меньше будешь в дальнейшем платить И мы должны были платить 2180 Где-то так Но менеджер не отвечала И Так вышло Что Мы заплатили Больше Мы профукали Одну дату Потом Нам сказали Что нам 0,2 0,2 балла Из двух с половиной Не хватает Для Того Чтобы мы здесь Заселились Мы подключили сюда Еще одного человека Еще добавили документы Еще время прошло Опять морозит И После всего этого Нам приходит На почту Письмо О том Что мы должны платить 2400 Новый Старый лист Мы который подписали Уже Когда опругнули Все хорошо Старый лист Подписали И Это онлайн Все было С Странички Лиз Пропадает И появляется Новый Неподписанный На Сумму 2400 Долларов А мы Английского Не знаем Слава богу Я позвонил Другу Он рядышком Жил Приехал Позвонили На сервис Узнали Менеджер сказал Что нет Не волнуйтесь Все хорошо Это У вас действует Старый лист Это какая-то ошибка Наша И эта ошибка Повторилась Дважды Не знаю Почему Но собственно Из-за того Что мы профуковали Две даты Мы платим Сейчас 2200 С копейками Ну и плюс Коммунальные услуги Раз в два месяца Они платятся Позже расскажу Сколько это Выйдет в копеечку Ну я думаю Баксов 200 Будут Коммунальные услуги Это сюда входит Бассейн Там воду меняют Там чистят Соответственно Там канализация Вода Свет И газ Вот Собственно Такие условия За такие деньги За те же самые деньги Которые мы жили В прошлой квартире Еще новость Хозяйка прошлой квартиры Сдала Уже Другим ребятам За 2600 долларов То есть мы платили 2450 А сейчас она Перездала За 2600 Так что Мы еще Удачно Попали Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайк Колокольчик Репост Помогает Продвижению Видео Дальше Будет Интереснее Продолжение следует